С чего начинается бизнес? На самом деле в основе каждого лежит идея, и только затем формируется концепция, собирается команда и идет поиск финансирования, чтобы не просто воплотить идею в жизнь, но и монетизировать, сделать прибыльным производство продукции или сервис. Так начинается путь от малого к великому. Это простая мысль, она сводится к тому, что любой человек может начать свое дело. Для этого необязательно иметь экономическое образование или заниматься научными разработками. Прибыль могут принести вторичные ресурсы, новую жизнь обретают неиспользуемые здания. Например, полуразрушенное строение бывшего мехового комбината превращается в идеальную локацию полигон для лазертага. Пригодные к эксплуатации склады благодаря прекрасной логистике идеально подходят для организации торговой точки строительными материалами. А производственные здания после реконструкции станут современным предприятием по отделке и пошиву изделий из меха и кожи. Оно идеально вольется в структуру большого холдинга белорусская кожевинно-обувная компания «Марка». Подобных примеров построение бизнеса от малого к великому масса по всей Беларуси. И многие из них своим примером говорят, будущее за инновациями. Главное, это цель. Цель бизнеса – это бизнес-идея. Результат бизнеса – это всегда финансовый успех. И идеи в развитии всегда фонтанируют. Не важно, чем занимаются – производственным бизнесом или IT-технологией. Все тогда получается. Не надо бояться, нужно начинать и делать. Отличительная особенность Витебского завода водоочистного оборудования «Полимерконструкция» в том, что он предлагает не отверточную сборку из набора, доступного на рынке железа, а свое производство на основе высокотехнологических решений под конкретную задачу заказчика. Девиз завода – мы не продаем то, что изготовлено, а производим то, что востребовано. То есть успех этого предприятия, как и многих других, получивших быстрое развитие, в том, что они продают не оборудование, а технологии. Особенно это характерно для фармацевтики. В Витебской области даже сформирован первый в стране фармацевтический кластер. К нему в скором времени присоединится и научно-производственное предприятие «Сивитал» – компания по разработке и промышленному производству диагностических тест-систем для медицины и ветеринарии. В создании продуктов задействован широкий штат ученых – генетики, биохимики, профессоры и врачи клинической медицины и ветеринарии. За шесть лет создано современное производство собственной научной лаборатории, где идеи превращаются в готовый продукт. А недавно в регионе появился еще один участник кластера. В маленький горпоселок Бешенковичи пришел серьезный бизнес. Здесь открыли научно-исследовательский центр СОО «Нативита». В начале 2017 года начнет работать завод по выпуску новейших лекарств для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний. Эта продукция включена в государственную программу импортозамещения. В центре собраны самые современные методики контроля качества лекарств. Инвестиционный проект реализуют компании из четырех стран – Белоруссии, Словакии, Индии и Литвы. Современное здание предприятия построили на месте старого цеха железнобетонных конструкций. Местные власти передали его «Нативите» безвозмездно. Есть и примеры успешного использования возможностей, которые предоставляет инвесторам СЭЗ «Витебск». Одной из самых перспективных его площадок, благодаря удобной логистике, является сектор Ворша. В 2015 году Оршанский район был признан лучшим районом для ведения бизнеса с численностью населения от 50 тысяч. Конечно же, у нас имеются преимущества. Город Орша находится на пересечении двух трансевропейских транспортных коридоров – Санкт-Петербург, Одесса, Берлин, Москва. Исходя из этого, соответственно, все потоки логистические, конечно же, должны аккумулироваться прежде всего в Орше. «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» – белорусско-итальянская компания по производству рукавов высокого давления. Предприятие создано в 2012 году на базе завода «Лигмаш», которое выделило для организации производства неиспользуемое здание. Также подключились «БМЗ» и итальянская компания «Манули». «На начальном этапе создания предприятия большую роль сыграли местные органы власти, которые активно поддерживали данный проект, всячески помогали, особенно во время проведения реконструкции, строительно-монтажных работ и ввод завода в эксплуатацию». Зарубежный учредитель в первую очередь вложил свои инновационные технологии, а в самом регионе нашлись профессиональные кадры, которые быстро освоили ноу-хау. Все это сделало продукцию востребованной как в Беларуси, так и за рубежом. 85% готовых изделий экспортируется. Причем учредители в виде перспективы вкладываются в дальнейшее развитие предприятия. Новичок СЭЗ – иностранное предприятие «Линпак Пэкэджинг Ист» в 2015 году вовсе стал лучшим резидентом свободной экономической зоны. За два года реализации проекта английские бизнесмены инвестировали более 10 миллионов долларов. Само производство запущено в 2014 году. На выкупленных площадях Оршанского завода приборов автоматического контроля сейчас выпускают упаковку для пищевых продуктов, возвратную тару и пластиковые контейнеры из вспененного полистирола. В основном частный бизнес предпочитает крупные города, несмотря на преференции для организации деятельности в сельской местности и ресурсы, которые там имеются. Впрочем, некоторые замечают все эти плюсы и успешно их используют. Например, компания «Акатермфлакс» организовала в деревне Ореховск Оршанского района производства по выпуску теплоизоляционных и звукопоглощающих плит на основе льняного волокна. Эту продукцию с удовольствием приобретают торговые и строительные компании, предприятия в сфере энергетики и нефти и газодобывающей промышленности, службы ЖКХ. Каждый из 21 районов Витебской области имеет свои преимущества и сферы, привлекательные для предпринимательской инициативы. Если у Оршанского района есть лен, то Миорский богат разнообразными природными ресурсами и культурными объектами, что делает его территорией инновационных проектов точкой роста инвестиционных перспектив. Например, здесь предлагается к реализации инвестпроект стоимостью 1 миллион евро по организации производства щебня из строительных материалов. На озере Щелно планируется добыча сопропелий, а природные ресурсы заказника Ельня имеют огромный туристический потенциал, который все еще до конца не раскрыт. Здания бывшей усадьбы Лопатинских, деревни Леонполь могут стать прекрасной основой для комплекса мини-отелей, ну и так далее. То есть, чтобы малый и средний бизнес более активно развивался и вносил вклад в экономику районов, нужно желание людей создавать свое дело, а также коммуникация, чтобы увязать идеи для бизнеса, которые находятся на пересечении отраслей и сфер. Именно этим основам инновационного мышления нужно начинать учить с детства. В некоторых школах области внедрена практика обучения детей и подростков основам бизнеса. Регулярно проводятся стартап-мероприятия и конкурсы, идут занятия в бизнес-школах. В частности, бизнес-школа ИПМ открыла представительство в Витебске в 2015 году. К этому моменту более 400 жителей области стали выпускниками ее программ, а победители конкурса предпринимательских идей от бизнес-школы ИПМ уже запустили свой бизнес и получают доход. Яркий пример тому — проект «Напару», который объединяет вкусные рецепты из разных городов и стран, меню заведений с ценами и доставкой еды, товары и аксессуары для приготовления истории интересных людей. Сектор малого и среднего предпринимательства в регионе с каждым годом растет, за пять лет количество организаций увеличилось на 22,5%. Власти, понимая его значимость и вклад в бюджет, способствуют развитию этого сектора. За счет средств Государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения с 2011 года выделены беспроцентные бюджетные суды под создание новых рабочих мест 68 субъектам предпринимательства. А гражданам для запуска своего дела выделены субсидии на сумму 21,5 миллиард нединаминированных рублей. Организовано обучение почти 1400 безработных по курсу основы предпринимательской деятельности. А в целом за пять лет за поддержку предпринимательства из областного бюджета выделено 13 миллиардов 400 миллионов рублей. Налоговые льготы по декрету номер 6 по 786 субъектам. Имущественные 220 выделен 381 земельный участок безвозных таможенных пошлин везено 2683 единицы техники. Отдача со стороны бизнеса высока, тысячи людей имеют работу и стабильный доход. А в общем объеме производства товаров и услуг доля малого и среднего бизнеса постоянно нарастает. В прошлом году она составила 14,7%. Следовательно, увеличивается и поступление в консолидированный бюджет области. Это результат диалога власти и бизнеса, который является важным элементом инфраструктуры по поддержке частной инициативы. Ведь что нужно бизнесу? Поддержка государства и местных властей, консалтинговое сопровождение, кредитные институты, то есть банки и выход на международные программы и проекты. Все будем делать для того, чтобы искать всяческие формы этой поддержки. Инкубаторы, фонды поддержки, поддержка из национного фонда, поддержка из программы развития. Это то, что касается финансовой поддержки. Ну и всяческие бюрократические препоны, а какая-то вот это наше авторитарное прошлое, которое нам мешает, что бизнес как бы может сам развиваться. К сожалению, не может. Поэтому мы должны всячески ему помогать на пути его становления. В стимулировании деловой активности важна роль центров поддержки и развития предпринимательства. В Витебской области их шесть, а также действует инкубатор малого предпринимательства, ассоциация нанимателей и предпринимателей, свободная экономическая зона Витебск, технопарки Витебский и Полоцки, торгово-промышленная палата, совет по предпринимательству. Функции базового центра выполняет Витебский областной центр маркетинга. Часто именно эти помощники выстраивают мост между госструктурами и частным бизнесом. Государственно-частное партнерство. Это прежде всего ряд мероприятий, направленных на активизацию деловой инициативы. Международные инвестиционные форумы, контактно-коперационные биржи, конкурсы предпринимательских идей. И это не полный перечень тех мероприятий, которые при поддержке органов власти и активном участии руководства в области помогают развитию бизнеса. Центр маркетинга инициировал проведение первого инновационного форума от малого к великому. Его участники, бизнесмены, дипломаты, представители власти были едины во мнении. Именно сектор малого и среднего бизнеса наиболее эффективен и рентабелен. Он гибче, инициативнее, мобильнее. А международные форумы дают дополнительный стимул к развитию инновационного мышления в обществе. За этим будущее самодостаточной страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова